То есть Эрдогану вряд ли удастся нас втянуть в этот, так скажем, конфликт, принять какую-то сторону. И вообще, если вдруг вот этот конфликт на Ближнем Востоке, он серьезно разрастется, то Турция вряд ли вступит реально в эту войну. Нет, нет, уже этот конфликт, очевидно, логика развить этого конфликта примерно, и как бы идет торг, это видно. И на самом деле даже Иран, который сказал, что он 5 миллионов чего-то мобилизовал, что он готов там послать, было же такое заявление президента, по-моему, Ирана на самом деле, то даже Иран, имея войсковые формирования на территории Сирии, никогда особенно не участвует в этом процессе. Мы же видим, что и проиранских сил в Сирии немало, прокси очень сильный, сам сирийские власти тоже проиранскую позицию принимают, Хезбала, который находится в Ленине, но это все эпизодические обстрелы, эпизодические, но массированного применения военных сил с территории Сирии против Израиля мы не видим. Потому что Израиль, в свою очередь, имеет полмиллиона солдат в армии, и они все прекрасно понимают, что если дойдет до такого, то, во-первых, эти полмиллиона солдат есть огромный риск применения, для Ирана имеется в виду. А второй момент, американцы тоже понимают, что они не останутся в стороне. То есть, слава богу, вы считаете, что не разразится большая война между уже мирами, так скажем, да, как мы говорим, мусульманским миром, западным миром. Ну, вначале так было заявлено, что убьем, ой, господи боже, скинем Израиль в море и убьем каждого еврея. Так же, вот, Хамас объявил. Тут же, видите, есть логика государственного развития, интереса государства. А логика государственного развития арабских стран, она связана с соглашением Аврама, как называют, 2020 года, которые были переговоры по урегулированию отношений к Израилю и Саудовской Аравии, по вот этому пути, который американцы поддерживают, который должен проходить от Индии через Ближний Восток, через Израиль. То есть, там экономические интересы достаточно. Это позиция, ну, скажем, интересы государственные. А есть логика, скажем, населения, логика мусульманской улицы, так называемой. Это другое немножко. Здесь эмоционально очень сильно. Поэтому, конечно, если бы там было мнение, скажем, большей части населения, голосование бы проводилось, то, возможно, там, конечно, государство должно было бы реагировать. Но если с точки зрения государственной, то это, конечно, большой войны не будет. И вы знаете, тем не менее, почему произошел вот этот 7 октября, этот конфликт? Неожиданно, нежданно. И с такой, знаете, заявкой, с такой претензией, с такой жестокостью. Зачем это было нужно? То есть, это идет такое, естественно, течение десятилетнего затяжного конфликта. Это как, так скажем, издержки, да, и вспышки. Или это попытка начать какой-то серьезный передел? Не, ну, одна причина на поверхности лежит попытка сорвать это соглашение Авраам. То есть, если бы Саудовская Аравия пошли бы на соглашение с Израилем, это бы многое изменило в отношениях на Ближнем Востоке в целом. Для Хамаса это невыгодно, потому что Хамас во многом сидел на, как бы, идее борьбы с Израилем. И если завтра крупнейшая страна арабского мира, Саудовская Аравия, самая богатая, вдруг изменит свою позицию, значит, что Амират и Кувейт, все за нее пойдут. Ну, Катар нет, Катар отдельную позицию занимает, он совершенно самостоятельно. Катар всегда играет свою роль в этой истории, он поддерживал, кстати, Хамас. Вот, кстати, кто крышует Хамас? Катар? Ну, в том числе, Катар, да. В том числе, или Пакистан все-таки? Ну, в том, первое, главное... Или Египет, кто заинтересован? Нет, Египет точно, скорее всего, нет, потому что Хамас это же братья-мусульмане. А у Египта с братьями-мусульман очень сложные противоречия, которые были связаны еще с свержением президента Мурсии, которое было, так сказать, в 2013 году, по-моему, насколько я помню. Поэтому нет, египетским военным Хамас не нужен, и они в этой ситуации, им это не нужно. Они имеют соглашение с Америкой, получают по этому соглашению хорошие средства, им это невыгодно, такое развитие. Поэтому у Израиля была попытка подкупить Хамас. Ну, то есть подкупить не в прямом смысле, конечно, а косвенно. То есть ведь на самом деле Израиль давал по сектору газа весь спектр жизненных условий, плюс средства помогал там получать, плюс, значит, Хамас, палестинцы с сектора газа работали. То есть считалось, что, ну, на стройках в том же Израиле считалось, что это дает, как бы общий интерес создает в данной ситуации. Но у Хамаса логика другая, у Хамаса логика не государственной все-таки организации, а, скажем, более такой организации идеологически мотивированной. И с его идеологической точки зрения, у него идея борьбы с Израилем, там, вплоть до как-то его там ликвидации, это его является главной концепцией, ну, скажем, стратегии его развития. На самом деле, если мы посмотрим на восток, на ближний, на мусульманский мир, то всегда есть проблема, потому что она связана с тем, что сильные режимы, которые, может быть, не очень популярны, в том числе на западе, они как раз могут обеспечивать более-менее, ну, скажем, лояльность населения тем или иным, даже непопулярным идеям. Что происходит, например, там, в Иордании, в котором 70% населения палестинцы, но король Иордании в свое время подписал соглашение мирное с Израилем. И, несмотря на недовольство, большая часть населения. Но если бы там были выборы демократические, то этого бы, естественно, не произошло. И если, на самом деле, аналогичная ситуация, она касается того же, почему Хамас пришел к власти в Палестину, потому что он выборами же. И если бы в секторе газа вооруженным путем потом он, но он же победил во всей Палестине, то есть если бы обумазанный, как бы, Вахмут Аббас и люди, кто его поддерживает, традиционные арабские кланы, не применили бы силу, то тогда бы, получается, Хамас бы пришел к власти во всей территории Палестины. Это было бы, привело бы совершенно другой реальности в этой ситуации. Потому что он набрал на выборах очень много голосов. Мы наблюдаем уже, даже со студенческих лет, я помню, на каком-то экзамене мне попался билет, вот ближневосточный конфликт, вот тогда сектор газа, Палестина. И представляете, сколько лет прошло, это все длится, да? И вот, тем не менее, мы же как-то должны двигаться дальше, вот мировое сообщество должно как-то влиять. И вот когда и как должен решиться, наконец, этот конфликт затяжной? Или он просто выгоден сейчас каким-то определенным сторонам? Хотя, как история говорит, в 1947 году организация объединенных наций официально выделила Израилю эту территорию. И вот было организовано это государство официально, его признали. В это же время, значит, одновременно выступила ООН за то, чтобы и палестинское государство было одновременно. Но почему-то, значит, евреи организовали свое государство, от Палестины кто-то помешал. И теперь вот это становится вечным поводом для того, чтобы биться, 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 биться. Вообще есть конец этому конфликту? Или он настолько кому-то выгоден, что он будет дальше тлеть еще десятилетия? Там нерешаемая проблема, связанная с беженцами как раз. Потому что в 1948 году в ходе войны, которая шла на территории современного Израиля, значительная часть арабского населения покинула территорию. И в том числе те, которые по решению ООН перешли, должны были перейти к арабскому государству. То есть покинул полностью население Хайфа, например, и так далее. То есть нынешние палестинцы, они там на 70% это потомки беженцев. И все возможные переговоры, которые шли, начиная с соглашения ОСВА, они все палестинцы настаивают на том, чтобы вернуть беженцев. Израиль это допустить не может. Вернуть? На свои места. А, все как было до 1947 года. Не, ну они говорят, если мы соглашаем соглашение, мы хотим вернуться. Люди живут в лагерях беженцев до сих пор. То есть это прошло уже 70 лет, и очень многие до сих пор. И более того, рождаемость же высокая, демографический рост. И, например, понятно, что это нерешаемый вопрос. То есть невозможно вернуть людей туда, куда они откуда покинули. Но раньше была попытка найти, чтобы они нашли свою какую-то судьбу на тех территориях, которые остались под их контролем. Но сегодня это вопрос, скажем, повис в воздухе. Потому что Израиль сейчас придерживается такой тактики попытаться, ну скажем так, если не выдавить, то заставить уйти значительная часть арабов из сектора Газа, как, по крайней мере, не из всей большей части на территорию Египта. Египет против этого выступает. И понятно, что эта перспектива, она такая очень... Никто не хочет, условно говоря, заниматься палестинским беженцем, нести за себя ответственность. И, кстати, сектор Газа с 1948 года до 1967 года находился под контролем Египта. Да, кстати. И тогда не было ни Хамас, но Египет сейчас не хочет. Потому что для него это означает, что институционализированная структура а-ля Хамас, она очень сложно контролируется, очень сложно управляется. А потом надо будет с экономической точки зрения взять на себя обеспечение двух с половиной миллионов человек. Что для Египта это тяжелейшая задача. Во всяком случае, конечно, перспективы развязывания какой-то глобальной большой войны, вот на ваш взгляд, не очень маленькие. Очень не будет, да? Кто мог бы начать эту войну, это Иран теоретически. Да, вот, кстати. Но Ирану это невыгодно, на настоящий момент. А почему тогда он поддерживает эти вылазки, вот эти вспышки? Создает напряжение, ведь есть же тактика определенной политической жизни. Создается напряжение, как бы подчеркивается своя готовность вести борьбу. В Иране, например, есть такой корпус стражей исламской революции, там есть такое специализированное подразделение Аль-Кутс, то есть Иерусалим, которое, то есть Иран свою идеологию поставил борьбу с возвращением святых мест, в том числе. Поэтому, конечно, для Ирана это такая некая. Но поддерживая это напряжение, Иран, собственно, не переходит опять же границы. И, например, мы же видим, что убили там Сулеймани, в свое время американцы взорвали. Иран там проиранские прокси обстреливали американские базы. И наоборот, вот такой процесс взаимствия. Но они же не переходят на такой сложный процесс, к тяжелой большой войне. Хотя все время, многие уже последние 20-30 лет говорят, что вот-вот произойдет война между США и Ираном. Но, тем не менее, этого до сих пор нет. И Иран не делает шагов, которые могли бы привести к подобному развитию США. То есть, понимаете, вот сейчас вот эти войны, конфликты военные, это тоже стало инструментом политики? Такой серьезной большой политики. Всегда была война, продолжение политики другими средствами. Продолжение следует...